Алло. Добрый день, Татьяна. Алло. Алло, Татьяна, добрый день. Да, добрый день. Меня зовут Никита, очень приятно с вами познакомиться. Я председатель компании RockExcel. Я вижу, что проходили регистрацию у нас по автоматизированной торговле, просматривали видеоролик, верно? Ну, не помню, где-то проходило в нескольких местах. Но видеоролики не помню. Хорошо, смотрите видеоролики. Говорилось о том, что вы можете получить дополнительный заработок, на который не нужно будет тратить... Да я не смотрю такие ролики, Максим. Как, извините вас? Меня Никита. А, Никита, да. Мне всегда жалко времени. Я поняла, о чем реклама, что же я буду ролики смотреть. Ну, я просто вам напомню. Понимаю, что для тебя есть дополнительный заработок, правильно? Ну да, да. Так, я понял. А вообще, как давно есть ты? Ну, не знаю, где-то с полгода я этим увлекалась назад, поисками я имею в виду. Ну вот, потом что-то забросило, стало скучно. Так, я понял. Вообще, вот, за то время, что и стали, или вообще, вот, в целом, может, был какой-то опыт заработка в интернете? Нет, опыта не было, были очень смешные граждане, которые звонили, рассказывали про то, что брокер это вообще лицо, не нуждающийся в лицензии. Ну вот, ну вот, ну там всякие клоуны из Сурихов, из Люксембургов, ну вот, но мы же знаем, из каких они Люксембургов звонят, правда же? Это же с Малороссией, граждане. Ну вот, да. Да, классно. Ну да, ну да. Просто они рассказывают, что брокеру лицензии не нужны, а на самом деле там пакет практически, да, даже не практически, а даже больше, чем мы встали лицензии, если брать лицензии, которые нужны именно компаниям, и плюс еще лицам, которые предоставляют компанию. В общем, это смешной действительно затяжка. Ну да, ну вот я послушала их сказки, послушала, ну и успокоилась на этом. Я помню, ну то есть не когда, ну а вообще вот может когда с компаниями, с такими, которые действительно работают, то есть не сталкивались? Нет, ну я сталкивалась, почему нет? У меня знакомый работал в этом, в брокере открытия, он мне все подробно рассказывал. Ну еще давно, лет 10 назад где-то потом он ушел, успешно заработав себе на домик в Испании. Ну вот, так что... Ну очень хорошо, хорошо так заработал. Ну, там работникам-то неплохо платить, на самом деле. Тем более, когда сидишь... А, он именно работникам, да? Ну конечно, да, он был в числе управляющих компаний, да. Ага, а я думал, он просто как бы затрудничал в компании. Нет, нет, нет. Ну я помню. Ну тогда да, да, понятно. А это мы, чего тебе так пришел клиентом и очень хорошо так дают. Да нет, нет. Я помню. Вот, ну, то есть, ну, я понимаю, да, отсталкивались-сталкивались, но не работали. Правильно можно? Ну, нет, просто интерес был. Потом я решила пойти по более простому пути. Вот в Facebook там есть выплывающие рекламы. Ну вот, я порегистрировалась, порегистрировалась, послушала этих малоросов с Люксембурга, ну и как бы решила, что этот путь не самый легкий оказался, а самый веселый. Ну да. Ну да. Ну, говорится, зато посмеялись и послушали очень интересные сказки. Ну да, это точно. Сказок было целое море. Я помню вас. Слушай, ну вы мне подскажите, а вообще сами сейчас работаете где-то? Конечно, работаю. Так, а в какой сфере вообще трудитесь? Ну, в сфере кибербезопасности. Кибербезопасность? Угу. Ничего себе, а вы как, чем именно занимаетесь? Или это? Ну, мы создаем эти голосовые базы для банковских структур, чтобы идентифицировать мошенников, там вот это вот все. Ну, сейчас, в принципе, это уже даже практикуется, то есть мы уже первые сдали. Ну, вы же, наверное, работаете со Сбербанком, да? Знаете, у них там проект Сбербанк-Инквизиция. Ну вот. Ну, я слышал, да. Ну да, да. Ну вот, благодаря этой инквизиции мы, в принципе, успешно работаем на территории соседней страны вместе с их органами безопасности. Ну, у них же там тоже есть киберполиция, это что-то там беспеки, там что-то Украины. Ну вот. И они тоже сейчас внедряют нашу программную разработку. Вот, у себя для идентификации вот этих вот нехороших людей. Ну и в том числе, кстати, сказочников из Люксембурга, которые вот эти сказки рассказывают. Оказывается, они тоже оттуда вещают. Ну вот. И потихонечку их вытаскивают за уши, да, да, да. Ну вот, причем притаскивают в Россию. У нас тут, мы для них создали прекрасные условия на Курильских островах. Они у нас там занимаются изготовлением, ну, вот этих вот крабовых консервов, рыбных консервов. Ну, такая, знаете, работа, на которую никто не хочет. А у этих никто не спрашивает, собственно говоря. Ну, а мы в этом, да. Ну и вот эта вот Сбербанк Инквизиция на самом деле уже второй год работает. Мы их вытаскиваем. Уже Большой Штат укомплектовали у себя. Они там успешно делятся своими там рассказами, легендами о том, как они там про код безопасности, про 4 цифры по 4 блока или 4 блока по 4 цифры. Ну, мы их скрипты внимательно изучаем. Тоже кладем их в работу. Ну вот, голосовые отпечатки тоже очень интересные. Ну, идентифицировать оказалось гораздо проще по записи телефонных разговоров. А там у них прекрасная судьба. На Украине работы же нету, а у нас на шикотане работает дофига. То есть там рыбы ловить не переловить. Вот, поэтому у них на ближайшие 10-15 лет 100% трудоустройство. Ну, правда, без зарплаты, потому что весь доход идет в фонд погашения долгов. Ну вот, так что, в общем, все счастливы, короче говоря, благодаря нашей работе. Ну, у нас процент вообще идет от улова, но мы же этим уловом еще делимся с СБУшниками. Вот, ну, где-то 250-400 тысяч получается в месяц. Потому что сейчас там непочатый край вот этих вот ловить не переловить нам этих шикотанщиков будущих. Ну, это получается как на одного человека получается такой заработок? То есть, ну, вы примерно столько получаете или в общем? Ну, конечно, я как член команды разработчик. Ну, я понимаю, просто я хотел уточнить, потому что, ну, как бы у меня знакомый был, он занимался, ну, конечно, не таким делом, но тоже, да, он был программист, создавал сайты, определенные программы. И у него от заказа тоже был процент, у него было несколько ребят, 50 человек, они работали, и они получали процент, вот они, в общем, там, месяц заказ получают, там, 300 тысяч, и потом эти 300 тысяч делятся на 6,5. А, нет, нет, ну, у нас, во-первых, уже это все инвестирует эту программу Сбербанк, вот в этом вот, в проекте Сбербанк Инквизиция. Ну, вот, поэтому здесь, собственно говоря, он готов очень щедро платить, лишь бы прекратить вот эти безобразия, которые льются у нас вот с желто-блокитной территории. Так что он не скупится абсолютно. Ну, тем более, вы же представляете, ну, вы, наверное, не представляете, ну, вот, жадность СБУшников, это тоже особая статья, потому что они же, собственно говоря, из тех структур имеют много денег, ну, вот, и надо как-то прайс перебивать, вот. Перебиваем, чтобы они на нашу сторону играли, так что где-то команда по 30 человек каждый раз у нас прибывает в Матушку Россию, дальше мы их перевоспитываем и везем на Курильские наши острова. Ну, вот. Да, я был. Ну, да. Не, ну, прикольно. Хорошая дело делать. Ну, неплохое, зачищаем вот это вот пространство, потому что раньше-то там в этих структурах вообще зубры работали, а сейчас набирают там пацанву вот эту от 16 до 22. Которые, ну, очень спасают то, что они тупые, то ли генетически, то ли благодаря великому украинскому образованию. Ну, вот. И реально, как бы, ну, с ними проще работать. С зубрами, конечно, было потяжелее. И не раскольше это. А здесь вот с этими детьми уже все проще. Ну, вот. То есть они и начальство свое сдают, и координаты, и где живут там на своих квартирниках. То есть они прям вот как про Тасевич с Апегой рассказали все, называется. Ну, видимо, из-за страха, из-за какого-то... Ну, во-первых же, что, не оперившиеся, конечно, ну, вот. Им же там рассказывают о том, что эта работа абсолютно безопасна, и сейчас, ребят, вы заработаете миллиарды, и ничего страшного. А некоторым, которые в брокерских компаниях работают, им же, ну, якобы в брокерских, им же поначалу вообще рассказывают, что у них совершенно честный бизнес, и они убеждены в том, что они реально никого не обманывают. Ну, вот. А потом, когда им начинаешь там нос к хую подводить, ну, ребят чуть-чуть начинают понимать, что натворили в своей жизни. Ну, ничего, исправится. Ближайшие 10 лет у них, вон, в прекрасных климатических условиях на Японию будут смотреть издалека. Ну, вот. Запах рыбы свежий. Чудесно вообще. Я считаю чудесным. Ну, на самом деле, да, знаком с такой ситуацией, потому что у меня есть тоже друзья. Несмотря на то, что я, как бы, связан с этой сферой, работаю, уже не первый год. Тоже есть друзья, которым я говорил, ребят, если хотите, давайте, мы, я с вами пообщаюсь, вот, всем разберемся, когда я переговорюсь с своим руководством, как бы, будем сотрудничать, будете работать, без каких-либо проблем, говорю, тем более, ну, как бы, я с экспертами знаком из своей компании, они говорят, что берут для вас хороших экспертов, будете хорошо, ну, как бы, для себя в рамках, как бы, хорошо зарабатывать. Ну, да. Определенно. Ну, конечно. Не миллиарды, не миллионы, да, и не сотни тысяч, но все же, да, дополнительно к своим, там, 50-60 тысячам будете, там, да, зарабатывать 20-25 еще, как бы, по инвестициям своих. Ну, да, да, ну, всегда есть возможность честного заработка найти. Да, да, но, как вы понимаете, люди слушают своих друзей только тогда, когда уже варианта другого нет, и в итоге два друга очень сильно, так же, как говорится, откладывали-откладывали на квартиру, ну, тут не хотели ипотеку брать, потому что, ну, наверное, сами знаете, сейчас идем в трудности, особенно по выплатам. И собирали-собирали, им там тоже, так сказать, понарассказывали, что, да, вот, какие банки, да, мы работаем, ну, вот, у вас счет компании, будет все хорошо, давайте, скинули им карту. Ну, мои друзья, если я так сказать. Скинули карту даже? Ну, да, то есть они им говорят, вот, у нас есть, как бы, карта, вы на нее перечисляете деньги, и у вас, то есть мы из этой карты сразу переводим непосредственно, да, на ваш счет в компании, то есть у нас увидит руководство, что зачисление прошло, как-то там что-то не было, рассказывали непонятно, ну, я что-то так особо не обращал на это внимания, потому что сразу понял, что это все, конечно, ну, обман. Ну, особенно вы на это внимания не обращали, надо было сразу сказать, что, ребят, какие карты? Карты такие, надо сразу сливать в Сбербанк, потому что, ну, мы собираем очень большую базу этих дропов, то есть люди, которым предлагают, да, вот так же сделать, они же сразу сливают это все в Сберб, ну, вот, и Сберб как раз передает нам, чтобы мы этих дропов тоже так же вычисляли. Так что с этим тоже ведется работа. Интересно то, что я почему на это не обратил внимания, потому что они говорят, ну, нам карту продиктовали, мы ее записали, и на этом все. А я говорю, а ну, а по транзакции посмотреть, говорю, вы же через, ну, Сбербанк переводили, они говорят, ну, да, говорю, так посмотрите по транзакции, там же отображают, ну, конечно, переводили, сделайте запрос. Они говорят, ну, вот уже там все, уже я не найду, я не знаю, ну, в общем, короче, они даже не захотели с этим разбираться, я думаю, ну, что я буду лезть, как говорится, да, люди хотят разбираться, не хотят делать, зачем мне туда лезть. Ну, и получилась такая ситуация, что я им говорил, говорил, потом мы с ними еще раз, говорит, засели за бутылочкой пива, все разобрали, я им объяснил, то, что, ну, как, какой счет компании, ну, что вы рассказываете, любая брокерская компания работает через банк. Это либо же, ну, международный банк, да, если компания международного класса, либо же национальный банк, это как у нас вот работает Московская биржа, знаете, конечно. Ну, да, ну, конечно. Вот, она же работает, да, через Центробанк. Естественно, все происходит через банк. И да, есть понятие сегрегированных счетов, но все равно у вас есть открытие ячейки, это все происходит только в банке, вы в компании. Единственное, что вам брокерская компания предоставляет, это рычаги заработка, да, либо же автоматизированная какая-то торговля, либо же, ну, сопровождение эксперта, да, то есть... Ну, вообще брокерская компания, брокерская компания по своему смыслу, она предоставляет только выход на рынок, и все. То есть вы только благодаря брокеру можете совершать там какие-то операции. А сопровождение там, вот это вот все, и это как бы просто дополнительные услуги, которые вам надо, не надо, но вы их не пользуетесь. Ну, вы понимаете, то есть, к примеру, это мы с вами понимаем, что это дополнительные рычаги, которые предоставляет компания, в зависимости от того, каким рычагом она владеет, да, или с каким она непосредственно работает, но сам факт. Да, сам факт того, что человеку так проще. То есть ему, чтобы не вдаваться в подробности, вот знаете, есть люди, которым неинтересно, да, что такое брокер и что он выполняет, да. По факту же это человек, который напрямую работает с банком и всю документацию постоянно вперед вот так вот передает, да, от лица в банк и так далее, чтобы это все происходило. Банк-то у вас, собственно говоря, он является держателем тех лиц, которые, ну, сведений о том, на какое лицо приписана данная акция. Естественно, брокеру нужно с этим депозитарием сотрудничать, это необходимое как бы условие, это понятное дело. Да, конечно, да. Да. Ну, естественно, людям, да, проще объяснять, что, да, у вас есть сопровождение эксперта, который выполняет свои обязанности, да, или есть там автоматизированная торговля. Ну, потому что наша компания предоставляет такой рычаг, поэтому я о ней говорю. А у вас только автоматизированная, да, торговля здесь? Нет, у нас идет смеженная, да, то есть у нас идет автоматизированная торговля, это как пассивная часть дохода, да, то есть когда человек, к примеру, ну, не может по каким-то обстоятельствам, либо же причинам, к примеру, да, выходить через непосредственно завтра угроза, да, через эксперта. Ну, естественно, сопровождение эксперта имеется, и даже люди, которые не имеют возможности, они все равно поддерживают связь, потому что, ну, сами понимаете, банковская структура, иногда бывают какие-то вопросы со стороны банка, да, то есть нужно человеку позвонить, тем более, когда бывают какие-то очень большие новостные события, особенно, о котором, да, вот сейчас заявили утром. Наши аналитики как раз, да, очень хорошее новостное событие, то есть при таких событиях всегда эксперт набирает человека, с которым он работает, да, но, естественно, он не один, а их там 10-20, может быть, он всех обзванивает, оповещает, ребят, есть возможности, как на это смотрите, зарабатываем, не зарабатываем, какие-то условия, какие-то суммы приблизительно, да, хотя бы называют, вот, потому что конкретно, сами понимаете, да, конкретно сказать не можем, мы называем минимальный порог, да, ну, а этот минимальный порог, он же может быть превышен, да, потому что движение пошло, ситуация не представлена, вот, естественно, когда все взванивается, но, сами понимаете, да, кто-то выходит в рынок в этот момент, кто-то не выходит, говорит, да, не могу, работа и так далее, либо там семья на отдыхе, ну, разные ситуации происходят, вот. Ну, я так понимаю, в принципе, про финансовый рынок, да, вот, понимаете, сталкивались, разбирались, да? Ну, я не совсем понимаю, потому что, ну, как бы, в силу специфики моей работы я прослушиваю, да, вот, подобные разговоры, но чисто вот так вот для себя как практики я не занималась вот этим, ну, вот, то есть мне все вот эти ваши понятия-то они знакомы, которым вы апеллируетесь, но, в общем, чисто так, знаете, как вот звуковой фон, который приходится обрабатывать нам в нашей инквизиции, вот, так что... Ну, хорошо, смотрите, чтобы сильно не загружать вас такими-то умными терминами, да, либо же еще чем-то таким, вот, буду по-простому попытаюсь объяснить, чтобы было понятно, смотрите, есть валютный рынок, есть фондовый рынок, фондовый рынок, это вот непосредственно акции и... Нет, вот эту вот теорию, это я знаю, вот это вот, валютный, фондовый, сырьевой, это я все знаю. А финансовый рынок, да, это же, в принципе, совокупность всех этих рынков, то есть на нем находится валюта, драгоценные металлы, сырье, акции, индексы, даже криптовалюта, да, потому что в последнее время, ну, вот слышали, вот тот же биткоин, да, вот, в Европе уже основные банки, да, как национальные и международные в Америке заявили о том, что, да, криптовалюта это уже неотъемлемая часть, сейчас и в интернете расплачиваются, и специальные есть программы, да, тот же блокчейн для заработка на криптовалюте, да, и покупки. Естественно, чтобы людям это было проще, потому что криптовалюта же чаще всего, ну, в объемах больших интересуются люди, которые, да, ну, имеют достаточно, так сказать, раз 100, наверное, больше, чем у нас с вами в кармане, да, имеют, если не больше. Естественно, да, под таких людей всегда все подстраивается, потому что они являются основным приходом средств в любую структуру, и, да, криптовалюта стала неотъемлемой частью, то есть ее можно теперь в банках хранить под определенными счетами, естественно, транзакции производить между этими счетами, то есть предоставили такие возможности, вот. То есть, ну, заработок тоже, да, я уверен, что вы понимаете, этот купил сейчас по одному курсу, к примеру, ту же валюту, да, через небольшой промежуток времени валютных фон изменился, продали, сейчас по своей же выгоде на этом заработали. Если касательно акций, либо же сырья, то есть газа, нефти, тут все гораздо немножко, вроде бы потруднее, но принцип тот же, да, потому что сырье, к примеру, вот та жених, да, она же ассоциируется в баррелях. Естественно, пару баррелей вы купили, вам же не привезут их домой, да, банк зарезервировал, да, под определенной компанией документацию заимел, все, цена, к примеру, выросла, по плюсам заявил, да, то, что добычу увеличиваем или наоборот уменьшаем, но спрос сейчас растет, поэтому цена выросла, все. Естественно, это изменилось в понятиях, да, человек потом говорит, все, продаю, продал, ну, так же и так. Ну, это я приблизительно-то себе представляю, да, что тут рассусоливать-то. Я просто когда, к примеру, долгосрочные. Да, я вот когда как раз рассматривал для себя, да, вот это вот где-то полгода назад, я, ну, мне совершенно, вот сразу прям скажу, мне совершенно было неинтересно ни криптовалюты, ни валюты, вот это вот ничего, я люблю реальный сектор, да, он более волатильный, более интересный, вот, и как бы... Чего повторить? Пропали немножко, вот последнюю часть, я у тебя только более волатильный, а перед этим... Я говорю, что вот мне совершенно неинтересны ни валютные рынки, вот эти пары там и прочие, ни сырьевые, мне более интересен именно реальный сектор, ну вот, то есть акции компании и на них, как бы я вижу большую перспективу, потому что у них и колебания поинтереснее там происходят, ну вот. Ну, конечно, да. Да, и поэтому для меня, вот, я очень узколо бы подхожу к этому вопросу, вот, хочу вот акции и как бы все, то есть там у акций есть же помимо того, что они растут, падают, еще и дивиденды на историю, ну, это как бонус, вот, она мне тоже очень интересна. Опять же, я вот так вот для себя, да, рассмотрела, если уходить именно в валютные акции, ну, там, американских, европейских компаний, то здесь же можно выиграть и на росте валюты, опять же, да, в России, там мало ли чего у нас случится, там, да, Путин чихнет случайно, ну вот, сразу все подумают, что и все, все случилось, ну, вот, рубль резко по нити полетит вниз, и, соответственно, в рублем эквиваленте у меня, опять же, будет больше денег. Ну вот, то есть я для себя вот такую стратегию рассматривала, рассматривала, а потом вот как-то вот полгода послушала вот этот вот весь бред сказочный, ну, и решила, что, ладно, в принципе, денег пока хватает, ну, вот, пока подожду. Ну, правильно, да, потому что, во-первых, вы человек, который связан с этой сферой, вы сразу понимаете, когда человек говорит действительно, понимающий и работающий, говорит действительно фактами и вещами, либо же, когда человек просто рассказывает сказки и непонятно, что приводит вам примеры. Естественно, тут понятно, что с таким человеком ты никогда работать не будешь, а когда появляется второй, третий, да, там, десятый, как говорится, то ты понимаешь, что, да, наверное, я пока куда жду, да, может быть, когда-то для тебя что-то найду. Нет, ну, может быть, я с этими людьми однажды встречусь как раз на Курилах, когда я туда приеду на экскурсию, может быть, ну, вот, но пока у меня полное ощущение, что вот эти вот все фейсбучные рассылки, это, ну, какая-то, откровенно говоря, лажа, от слова влаживать. Ну, вот, так что... Ну, смотрите, вот, к примеру, наша компания, вот, по видеороликам, которые, так сказать, вы отзывали регистрацию, ну, да, я понял, что... Ну, я не смотрела. Мы его запустили в рекламных целях, потому что наша компания начала непосредственно продвигать автоматизированную торговлю. То есть, вы сами понимаете, то есть, люди, которые работали с нами до этих рекламных роликов, они люди, которые уже имеют опыт, которые интересуются, но по какой-либо причине, да, их там одна или другая компания не устроила. Ну, то есть, вы знаете, да, вот, поработал-поработал, потом, ну, что-то так, как-то, не совсем ожидаемости, да, которые возлагались, оправдываются и так далее. Да, люди, естественно, для себя ищут что-то новое, и мы работали так. Потом наше руководство предприняло решение, да, запустить программу, проэкспериментировали ее, естественно, изначально, запустили и начали непосредственно ее продвигать благодаря рекламным роликам, потому что, ну, смотрите, будем говорить откровенно, для того, чтобы более выгодно и хорошо выходить в рынок, на той же московской бирже минимальная инвестиция, с которой вы можете выйти, это тысяча долларов. Это тот самый минимум, с которого вы можете выйти и прям вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, небольшими суммами выходить. У нас, естественно, тоже такое было. Да, были клиенты, которые начинали с тысяч долларов, были, которые и с пяти тысяч выходили, но это уже более опытные, так сказать, состоявшиеся люди, которым даже помощник, как говорится, ненужный советчик, и они просто с трейдером покупаем, все, я сказал, покупаем. Ну, может быть, нет, покупаем. Все, вдруг положил, человек пошел уже, все. Ну, потом перешли на такие масштабы, тем более программа, да, вот, касательно программы, она работает, то есть берет весь ком на себя. Вместо того, чтобы, там, мы с вами, либо же, да, брокер сидел, просматривал, да, трейдеров, анализировал и так далее, программа эта берет на себя. Естественно, она, в частности, задействует валютный рынок, то есть только валютный рынок, она не берет акции, не берет криптовалюту, потому что, ну, это нереально просто, в приоре. И люди, которые рассказывают о том, что программа будет вам зарабатывать на всем, нет, это неправда. Она зарабатывает только на движениях. Да, конечно, она подвязана ко всему, но она все проецирует в движении валюты, всегда зарабатывает ее. Естественно, работает по спокойным позициям, да, по плавно нарастающим, плавно стекающим, то есть тех, у которых не было больших изменений за последнее время, вот когда, к примеру, рубль, у нас в прошлом месяце не было задействовано практически программой, то есть вообще в минимуме, потому что были большие скачки, да, вы помните, то подрос, то упало, вот постоянно вот это изменение резкого зона. Вообще, месяц, уже в течение месяца рубль плавно растет, доллар у нас плавно падает до обидного. Да, 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 но вот до этого же была ситуация такая, что вот эта вот волатильность. Ну, она была, но она была очень временная, а потом вот на фоне того, что Россия в фонде национального благосостояния отказалась от доллара, доллар начал плавно расползать, ну, и как бы, и пока непонятно, куда он сползет, потому что тут большой вопрос, в общем, будет ли предел этого сползания на 69 или все-таки на 65. Поэтому, ну, пока как бы ситуация такая, тем более пока мы скалим зубки вот так активно, да, в общем, что происходит на мировых событиях. Ну, вот, но я думаю, что ничего глобального с рублем не случится, поэтому, ну, тут совершенно вообще спокойный рынок сейчас вот уже, уже просто вот месяц. Ну, вот и... Ну, вот сейчас, да, сейчас, да, все верно. Ну, и зачем мне такое? А вот по акциям там, да, там вон металлургов прищучили, вот металлургия у нас упала уже, процентов на 10-15 некоторые акции завалились. Вот там есть где посмотреть там, на что это. Ну, а мы же с вами, Никита, мы же с вами уже договорились, да, что давайте вот про программу не будем, потому что меня больше эксперты интересуют. Да, конечно, я понимаю, просто нужно поставить вам, как говорится, знания, чтобы есть... Ну, да, я поняла. Не, я представляю себе, как роботы работают, потому что у меня, ну, я же в этой сфере работаю, у меня есть знакомые, которые работают в брокерских компаниях и разрабатывают эти программы. Я знаю, ну, как бы вот их принцип работы, мне это не надо объяснять, ну, как бы объяснять. Я просто еще очень хорошо помню, как в 2009 году, или в 2000, да, в 2009, именно роботы завалили эту американскую биржу на 30% просто за один день. Ну, вот, поэтому, знаете, роботы... Когда она просто ровнула. Ну, вот на 30% одной свечой это было прям сильно. Ну, вот, и вот эти вот делишки роботов, знаете, если они так же вот вдруг решат повести себя, когда мои деньги в рынке, мне очень интересно. Поэтому вот я хочу все-таки с человеческим интеллектом общаться. Ну, просто смотрите, раньше немножко была другая политика, сейчас по программам ее изменили, они сейчас скрывают в течение 24 часов, 10 делов по 25 долларов. И, то есть, максимум, что вы можете заработать с программой, это 15-20 долларов. Ну, и зачем мне, вот, да, естественно, эту политику после, кстати, этой ситуации же и пересмотреть. Да, вот, да, я понимаю, что интересует, да, касательно как раз-таки вопросов, да, вопросов как раз-таки непосредственно эксперта, да, то есть здесь идет непосредственно сотрудничество. То есть вы активируете свой счет, вы приступаете как раз-таки к общению с экспертом, в первую очередь познакомиться немножко, да, контактами обвиняться для связи, разбираете какие-то начальные этапы, да, то есть, кто знали, что узнали, да, и так далее, и так далее. Известно, эксперт должен понимать, да, как это все у вас происходит, вот, и непосредственно как раз-таки это все приходит к тому, что вы, да, находите для себя интересующий вас актив, к примеру, да, вот вы говорите, вот как мне, да, теперь говорите, я роботом не особо интересуетесь, мне это неинтересно, буду зарабатывать на акции. Все, вы с ним обсуждаете, какие акции для вас более выгодны в данный момент, что вы, к примеру, можете для себя рассчитывать, примерно, вы это все обсуждаете, выходите в рынок, зарабатываете. Да, естественно, если вы нацелены на то, чтобы общаться непосредственно с экспертом и работать с ним, да, это прекрасно, замечательно, значит, у вас будет все, так сказать, более благоприятно, просили как в плане заработка, так в провождении времени. Ну, а вот вы сам, Никита, Никита, а вы сам на чем зарабатываете? На акциях или на вот этих вот, на роботах всяких? Смотрите, Дарьяна, я как менеджер компании, я сейчас, к сожалению, уже вручную не торгую. Во-первых, потому что у меня, как бы, дома жена, сейчас, ну, так, она не работает, она просто вот занимается, так сказать, немножко двоим бизнесом, да, там что-то пытается заказывать по вещам, перепродавать их потом на своей страничке, то есть, ну, как-то пытается вот для себя. Ну, в общем, тоже трейдингом шмоточным, короче, занимается. Ну, да, своего рода, да, трейдингом, то есть, как говорится, как в советское время называли, спекулируют. Ну, понятно. Ну, а что, у вас, собственно говоря, ваш-то бизнес тоже называется спекуляцией, это нормально? Да, все верно, да. И получается, что сейчас я вручную не торгую, потому что прихожу домой, надо с ребенком посидеть, ему три года, да, собака постоянно отвлекают, ну, как бы на акциях зарабатывать сейчас не очень получается, хотя хотелось повернуться, вот буквально, там, на те же полгодика назад, когда я приходил домой, ребенка брал на руки, садился за компьютер и просто вот с ним разбирал, показывал, как эти стречки сдвигаются, ему интересно было циферки бегать, я сижу, анализирую, работаю. Что, у вас такой невысокий заработок в трейдинговой компании, что вы не можете себе помощницей по дому позволить, там, нянечку какую-нибудь, вот это вот все. Нет, конечно, могу, конечно, могу, просто сейчас очень много времени занимает работа лично у меня, и, как бы... Ну, я смотрю, вас в субботу звоните, да, у вас, наверное, не выпускается работа там. Нет, почему, выпускаются, и, кстати, сегодня самое удивительное, то, что впервые вышли в субботу, да, весь фон работы, да, обычно в субботу не выходим, но мне иногда приходилось, потому что были определенные договоренности с людьми, определенные позиции, в общем, ну, как говорится, работа, работа. Ну, да, ну, да. А у вас, наверное, в понедельник просто выходной, поэтому вас в субботу вызвали. Что, что, что? Я говорю, в понедельник просто у вас, наверное, выходной, поэтому вас в субботу вызвали. Ну, в понедельник у нас выходного не будет, мы напрямую привязаны к, да, международному рынку и банковским структурам. Соответственно, да... А, господи, я уже, я уже, у меня профессиональная деформация, я просто думал, что вы с Украины, это же там выходной. Да, да, понимаю. Да, вот, когда, вы понимаете, когда у всех праздник, а банк-то, он функционирует, он там производит, но и у на Украине-то не будет ничего работать, это я точно знаю. Что, что? На Украине-то не будет ничего работать в понедельник, это я точно знаю. Это мировые банки работают. Ну, да, мы же работаем через международный банк, поэтому мы и привязаны к нему. А что это у вас за международный банк, он как называется? Дойчий банк. А, через Дойчий банк? А Дойчий банк вроде сам оказывает брокерские услуги и не предоставляет никому посреднических услуг. Да, такое было у них, они не предоставляли как раз эти посредничества, но они с этим банком все равно работает наша компания и еще несколько компаний, я знаю, которые находятся одна в Германии, то есть они напрямую с Дойчий банком работают. И одна, по-моему, если я не ошибаюсь, находится то ли в Италии, то ли в Испании. То есть они тоже работают через этот банк, хотя я вот немножко не понял, почему так это устроено, потому что как в Италии же есть свои банки, да, которые работают на международной арене. И вот не понятно, почему. Но, видимо, они как-то, так сказать, более по выгодному сотрудничеству сошли, да, и приступили как раз к работе. А подождите, вот Германия, Италия, а вы сами где находитесь? В Москве. А, вы в Москве находитесь, я поняла. Да, но у нас же есть в Москве отделение Дойчий банка, знаете? Ну, несколько отделений, да, я знаю. А вы где территория ее? Мы находимся по адресу Большая Почтовая, дом 55. Угу, я поняла. Большая Почтовая, что там? Ну что? Я говорю, Большая Почтовая, что вы говорите? Большая Почтовая, дом 55. А, понятно. Понятно. Хорошо. То есть, мне, короче говоря, к вам нужно подъехать или в Дойчий банк мне нужно подъехать, чтобы торговые счета открылись? Чтобы работать? Ну, смотрите, мы непосредственно помогаем нашим клиентам по открытию счета, а офис у нас, к сожалению, закрытого типа. Это произошло как раз-таки после того, что в Европе очень много, так сказать, брокерских компаний были подвержены, да, так сказать, ну, не самым лучшим людям. Да, приходили в компании, непонятно, что от них хотели, хотя на самом деле в компании работают чисто, но, знаете, конкуренция, везде есть конкуренция, и каждый хочет как-то друг друга, ну, естественно, это там у них было разбирательство, я паниковался, конечно, как там этим все решилось, но там факт. И наше начальство предприняло решение, что делать офис закрытого типа, и с того момента мы, к сожалению, клиентов не принимаем, работаем с ними удаленно, то есть через непосредственно офис. Угу, я поняла. Кстати, у меня для вас здесь, да, так сказать, очень интересная новость, поскольку вы заинтересованы в акциях, да, наши клиенты, они непосредственно как раз и будут иметь возможность сегодня, вот в субботу, да, почему мы вышли в рынок, да, вот на работу, рынок, он же закрыт. Ну да, он сегодня закрыт. В отношениях никаких не происходит, да, мы вышли просто на работу с такой целью, что в нашей компании, что-то здесь мне почти финансы, которые мы, так сказать, предоставляем нашим новым клиентам на распределение, то есть чего наша компания это предпринимает, то есть мы клиентам с 50 на 50 выходим в рынок, и заработок на новостном сабыке по инвестиционному портфелю делим ровно пополам, с каждым клиентам. То есть, естественно, смотрите, как раз таки это все связано с тем, что вот вы слышали, что Microsoft, они, да, анонсировали Windows 11. Ну, в Яндексе, да, проскакивают новости. Вот, смотрите, они анонсировали Windows 11, да, и только с анонса того, да, этой новости произошло движение, да, их акций компании на 0,5%. Естественно, да, от того, что прошло движение их акций, естественно, капитализация компании выросла. Да, и идет прогноз к нашим аналитикам о том, что как только они официально выступят, да, вот, знаете, у них идет предконференция официальная, когда они полностью предоставляют уже готовый продукт, и с этого дня его можно приобретать. Вот, естественно, как только произойдет конференция, естественно, акции, они пойдут вверх, потому что пойдет большой спрос, но все мы пользуемся компьютерами, у многих операционные системы как раз-таки Windows, да, немногие в нашей стране, к сожалению, могут себе позволить iOS, поэтому сейчас, да, идет очень большой спрос. Ну, и тем более в мире, да, конкуренция iOS и постоянно, да, Windows, она всегда присуща, да, то есть, ну, как говорится, яблоко конкурирует со всеми. Ну, да. И как раз-таки, да, мы набираем инвестиционный партвиль, по которому мы будем выходить в рынок, я вам сказал, ровно пополам, да, то есть, к примеру, вы выходите с минимальной суммой инвестиций, там, 250 долларов, мы вам сверху предоставляем 250 долларов, мы выходим в рынок, да, почему мы выходим на таких позициях, потому что мы уверены в своей аналитике, да, во-вторых, потому что акция сейчас компания Microsoft стоит 263 доллара, то есть, минимальные суммы инвестиций для наших предметов недостаточно, чтобы хотя бы одну акцию купить. Поэтому мы предоставляем такие возможности, естественно, да, выходим в рынок. Ну, это хорошее, это хорошее возможность. Никита, у меня еще, знаете, вопрос какой-то, ну, вот, когда я этим занималась, да, узнавала вообще, как там, вот вывод, там, вот это вот, вывод средств, да, вот это вот, акдификация, он происходит через сегрегированный кулумбарий или свободным образом? Вот в этом моменте я вам немножечко не подскажу, потому что я не до конца в этом сам разбираюсь, давайте с вами поступим таким образом, я вот сейчас на нашего эксперта переведу звоночек, мы с ним этот момент обсудим. Ну, вы мне просто вот как менеджер, как менеджер, скажите, то есть, дефекация у вас происходит без проблем, да, вот, я надеюсь? Да. А, ну, самое главное. То есть, у вас же не только торговый счет, у вас есть на нашей платформе свой аккаунт, там есть поле вывода средств, я просто ввожу поле вывода средств, нажимаю вывезти, естественно, карта, например, с которой я перевел счет, вот я работал со Сбербанком, а потом мне не очень, так сказать, понравились там некоторые моменты у Сбербанка, ну, то есть, это уже как-то как-то отличный вопрос, я больше пользуюсь сейчас Тиньковым. Ага, непонятно. То есть, через Тиньков дефекация проще, да, происходит? Ну, не совсем, я все так же продолжаю выводить средства на Сбербанк, а уже потом их перевожу на Тиньков, чтобы, да, производить. Ну, я поняла. Например, я там вывел заработок, спрашиваю жены, ну, деньги нужны? Она говорит, да, мне там какая-то сумма нужна. Все, я ей сумму скинулся, остальное вывел к тебе на карту, они там лежат, я карта просто... А, ну, то есть, вы можете даже дефекацию производить на жену, да, в общем, в свободной форме? Нет, нет, я вывожу на свою карту, своего Сбербанка уже на жену и на себя перевожу, на вторую свою карту. Я поняла. Смотрите, Татьяна, давайте так, да, чтобы больше не отнимать вашего времени, потому что, хоть, делав продуктивнее, не очень нравится общаться с человеком понимающим, да, который знает, что он говорит. Не, 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 я не очень специалист, вот сразу вам скажу. Ну, вы не специалист, но вы человек понимающий. Не, не, я человек наслышанный, я человек наслышанный. Вот. И мы, давайте так поступим, да, подарочек от тебя сделаю, чуть более подробно о новости, как раз и о возможностях, которые предоставляет наша компания, наши эксперт вам предоставят. Не, ну, новость-то я это читала, что там более подробного, то есть, ну, один, один, один. Просто есть некоторые моменты, которые по компании идут, о которых я не знаю и знаю... А как у вас еще раз компания, дайте я хоть ее наберу-то. Компания называется Роцкэпитал. Роцкэпитал или как? Роцкэпитал. А, Роцкэпитал. Я понимаю. Хорошо. Давайте так, я вас сейчас соединю буквально на пару минут, вы с ним обсудите некоторые моменты, и там уже будете принимать решение, хорошо? Угу, давайте там, доходите. Все, оставайтесь на линии буквально 30 секунд. Остаюсь. Остаюсь. Угу. Ой, хорошо, когда дефекация проходит мягко. Алло. Алло. Да, Татьяна, здравствуйте. Да, Татьяна, здравствуйте. Да, Татьяна, позвольте представиться. Зовут меня Борис. Да, Борис. Меня Татьяна зовут. Приятно познакомиться с вами. Да, Татьяна, на меня звонок перевели. Ага. Я так понимаю, есть у вас вопросы касаемо финансовой части. Не, мне Никита подарок обещал. Он умел ждать, наверное, касаемо выгодных условий компании. Ну да, да. Видимо, да. Хорошо. Вы тогда сректируете. Вы вообще в целом как разобрались, так что работаете в компании у нас? Ну, на самом деле не очень. Ну вот. Ну, я поняла, что вы в Москве, на Большой почтовой 55, и что вы работаете с Дойчей банком. Ну, наверное, все, что я вынесла. А на чем мы зарабатываем? Ну, на акциях, на всяких там фигакциях. Продать дороже, купить дешевле. Вот это вот все. Ну, там зарабатываем на разнице. Ну да. Вы как вообще выбрали для себя алгоритм работы? С роботом? Нет, мы с Никитой обсудили вот это. Я ему сказала про свое отношение к роботам. Ну вот. И про негативный опыт американского рынка. И поэтому мне интересно только с этим, с экспертом. Понял вас. Хорошо. Вы тогда посмотрите, с какой саморешили. Что, что? Еще раз, Борис, что? Да, я говорю, с какой саморешили. К работе вообще приступать. А, ну, вы меня сориентируетесь, с какой нужно, потому что мы с Никитой не обсуждали, собственно говоря, ну, как бы, с какой нужно прям. Он мне просто сказал, что вот, что я вложу, то компания мне продублирует. Ну, я правильно поняла или как? Ну, смотрите, на момент сегодняшнего дня, да, у нас, соответственно, есть момент, как раз-таки касаемо начала работы. Мы можем с вами приступать к работе по программе до укрепления капитала. То есть вы инвестируете 250 долларов, это минимальный депозит компании. Да, и есть возможность получить программу до укрепления от компании. Ну, то есть вот это вот до укрепления, это только на 250 долларов, да, идет? Да, совершенно верно. Да, я поняла. Ну, давайте это 250, раз уж вы других подарков не делаете. Нет, смотрите, это не подарок, это просто сливое усиление депозита, потому что с 250 долларов можно пороговать, допустим, только на валюту, да? Угу. То есть с 500 долларов для вас уже такие активы будут открыты, как крестовалюта, нефть, доллара, да, то есть более обширно. Так, давайте тогда дальше пойдем. Акции, вот сколько нужно минимальный депозит? Потому что вот это вот все названо, оно мне не интересно. Ну, смотрите, для акций, да, актуальный депозит это вот от 5 тысяч рублей, чем... От 5 тысяч долларов, да? Да. Так, 5 тысяч, от 350 тысяч рублей. Ну, давайте тогда вот этот вот депозит будем рассматривать. Хорошо, вы тогда, подскажите, планируете пользоваться вообще банковской картой? Ну, банковская, да, карта у меня есть. Хорошо, вы как с менеджером личный кабинет рассматривали ваш? Нет, он мне сказал, что вы мне все покажете. Ну вот, я даже не знаю, где ваш личный кабинет. Вот сейчас набрала в Яндексе про вот это вот RockCapital, да, RockCapital. Ну вот, и у меня на ваш сайт не выходит, просто там что-то про мошенников пишут и все. Так, хорошо, вы перейдете, вы WhatsApp-ом пользуетесь? Чего еще раз? WhatsApp-ом, WhatsApp-ом пользуетесь? Ну, и WhatsApp-ом, и Viber-ом, да, я пользуюсь. Ну вот, но вы мне лучше ссылку на почту пришлите, потому что я с компьютера предпочитаю смотреть вот это все, а не через телефон. А, понял вас. Вот, я сейчас тогда попадам в запрос, да, чтобы менеджер вам отправился. Сейчас, подожди, ну, у вас моя почта есть, да? Ну, сделала Мурка, один, да, 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 все верно. Так, они у вас напрямую приходят или в спам письма? Позже, по-разному, в зависимости от того, кто хочет. Угу, сейчас я зайду. Ну, пока не в спаме, нигде нету. Ну, я сколько вы, менеджер написал, он... А, я поняла, я поняла, угу, я поняла. А у вас акции, ну, большой спектр акций вообще есть или как? Я говорю, по акциям у вас большой спектр идет или ограниченный, потому что у некоторых брокеров ограниченный очень идет. Ну, ограниченный. А, тоже ограниченный. Я поняла. А комиссия за сделку у вас какая? В зависимости от плотности, в зависимости от счета. В зависимости от счета. 2,5 пункта. А пункт это что? Я просто вот, вообще не биржевик ни разу. Ну, смотрите, любое движение рынка, оно изменяется не в долларов, а в пунктах. Угу. То есть, допустим, там, да, те же самые, как раз-таки, 10 долларов за пунктами движения, это 100 пунктов. То есть, один пункт, это, грубо говоря, одесская. Ну, то есть, подождите, вот смотрите, если я купила себе акции ЮКС, там, по, вот сколько они сейчас, 360 рублей, и они выросли до 380, сколько вы у меня комиссию возьмете? Смотрите, я говорю, в зависимости от типа счета, то есть, если, допустим, у вас будет стандартный счет на 5 тысяч, то это, соответственно, как раз комиссия у вас будет в пределах 10 долларов. Пределах 10 долларов за что? За сделку или за, вот, за объем, за что? За сделку? За сделку. А я на какую сумму должна купить, чтобы вы с меня 10 долларов взяли? 0,1 лот. 0,1 лот? А что такое 0,1 лот? А лот это сколько? Объем сделки. А он большой вообще, вот этот вот объем должен быть? Нет, это то есть вы регулируете, да, а сделка у вас будет маленьким объемом, большим, средним. Ну, то есть лот это я устанавливаю, не бежу, да? Да. То есть лот, лот, лотность, да, имеется в виду, допустим, ну, вот самый простой пример был бы на контрактах, да, касаемо вот виски валюты. То есть, к примеру, минимальная сделка, да, соответственно, как раз иди на финансовом рынке, если брать валют, это 10 тысяч условных. Ага. Вот. Соответственно, как раз таки, если вы открываете сделку на летнем лотом, да, это вы вот открыли сделку как раз таки на 10 тысяч условных. Если 0,2 лота, это 20 тысяч условных и так далее. Ну, я ничего не поняла. Ну, ладно, это в договоре-то будет прописано, может, я там изучу. Вот, посмотрите, на почту пришло вас. Пока нету. А у нас, подождите, у нас с вами вот эта вот комиссия, она будет 10 долларов там за все, да, вот сделки или как? Просто вот, ну, как мне понять вообще вот всю комиссию, которую вы с меня будете сдирать? Она у нас полностью будет в договоре прописана или как? Или где она у вас там прописана? На сайте она вот прописана. Где-где? На сайте есть таблица спредов. Ну, таблица спредов в сайт-то немой, это вы можете сегодня таблицу одну нарисовать, завтра другую, а, ну, как мы с вами зафиксируем, что на сегодняшний момент мы соглашаемся на эту таблицу? Пользовательское соглашение, если этого. А, пользовательское. Пользовательское, оно вроде на пользование программы идет. Нет, на использование сервера. А, на использование сервера, я поняла. И вот Никита мне сказал, что при выводе средств, да, вот эта вот акдификация производится свободным образом, да, то есть не нужно привлекать сегрегированные колумбари, да, для этого? Еще раз не расслышала. Я говорю, вот Никита мне сказал, что когда я вывожу средства, да, через дефекацию, то сегрегированные колумбари мне не нужно привлекать. Все верно? Да. Угу, я поняла, это хорошо. Что в личном кабинете? Не, ну это всегда в личном кабинете. Я понимаю. Что у вас там, что у вас там, проще? Алло. Алло. Что за хрень происходит? Алло. 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 Да, да. Что у вас там было? Что-то какой-то металлический звук был. Наушники открыли. Что у вас? Наушники отошли. Это куда же они у вас так отошли-то? В колумбаре? Что так прям такое я прослушалась сейчас. Непонятное. От конфликера они отошли. А, понятно. Я уже думала, вас инопланетяне захватили. Так, ну и чего? Где ваш этот менеджер своей ссылкой-то? Чуть-то ничего пока не пришло. Так, смотрите, он пишет, соответственно, что ему выдают ошибку. Почему? Не удалось доставить сообщение, получается. Беломорка, 11, собака, mail.ru. Борис, а вот мне еще, знаете, такую вещь скажите, пока у вас там эти ссылки все ходят. Я с любым банком могу с своей карточкой работать. Ну, вернее, нет никаких ограничений вообще. Нет, вы же работаете за транзакцию, отвечает не банк, а работает, соответственно, с платежной системой. Нет, у меня, понимаете, у меня просто, ну, как бы, моя зарплата от нашего проекта, она приходит на ЛГБТ-банк. А у нас ЛГБТ, он без этого, без лицензии Центробанк работает, он работает через строфер. То есть там вот это вот, Центр регуляции там, что-то такое, в общем. Ну, вот, и, ну, там потому что немножко нелегальные деньги приходят там от нашего проекта. Вот, и вот этот вот Эллистинский городской банковский траст, он нам как раз предоставляет услуги вывода денег. То есть вот я через ЛГБТ-банк могу с вами работать? У вас будет банковская карта или еще про счет? У меня банковская карта своя, но у нас, смотрите, у нас там поскольку-поскольку она не, ну, как бы, не имеет лицензии, да, Центробанка, то у меня там китайская платежная система UnionPay стоит. Вот я через UnionPay могу работать с вами, потому что я знаю, что у брокеров у них там вечно виза, шмиза, там вот это вот все. А у нас ЛГБТ, он не имеет права это самое, ну, получать вот это вот. Ну, я понял. Ну, да, он может работать... Виза, мастер, карты. Виза и мастер, да? Блин. Так, а как мне тогда деньги перечислить на свой счет? Ну, вы можете открыть карту любого другого банка, посольствоваться электронными кошельками. Ну, у меня, смотрите, у меня... Сейчас я, подождите, достану свои карты. Так, вот ЛГБТ у меня две карточки есть. А, вот еще вот это вот, БДСМ-банк, ну, наш этот, Белгородский, дорстройматериалы. Через него можно работать? Ну, не знаю, нужно уточнять, потому что я про такой банк не слышал раньше. Почему? Ну, Белгородский, дорстройматериалы. Чего, не слышали? Ну, он маленький, естественно, он городской банк. Ну, вот. Ну, по крайней мере, хотя бы с визой. Нет, не слышал. Не слышал. Ну, у нас, в принципе, в России-то много банков, они просто, он периодически закрываются, а периодически открываются. Ну, а что на этапе, где Сбербанк? Ну, у меня на Сбербанке, у меня просто, ну, мы не можем работать, потому что, я Никите объясняла, у меня там, это, мы работаем в проекте Сбербанк Инквизиции, поэтому там это самое. Ну, они просят нас все деньги, которые мы получаем вот от них, ну, вот, переводить как раз вот в эти вот банки, которые не контролируются Центробанком, а которые контролируются Ассоциацией Российских Банков. Ну, вот, это вот регулятор всех, ну, вот этих вот, таких вот нелегальных банков. Вот, и ЦРОФРами. Потому что у нас все-таки... Ассоциации Российских Банков или региональных? Нет, Ассоциации Российских Банков, АРБ, да. Ну, вот, вот они как раз выдают... Да, такими банками АРБР занимаются. Что-что? Я думал, такими банками АРБР занимаются. АРБР это чего? Ассоциации региональных банков Российской Федерации. Нет, нет, ну, мы же лицензию, ну, не лицензию, мы получаем просто разрешение на работу в России, ну, не мы, господи, вот эти банки, ну, вот, они получают вот это вот разрешение, ну, как бы оно временное разрешение. АРБР на работу в обход Центробанка, но на всей территории России. Поэтому, вот там как раз китайская платежная система стоит, ну, вот этим, в БДСМе там нормально, там визу они протащили, а вот в ЛГБТ они вот не смогли, потому что он покрупнее, там денег побольше проходит, и они вот через Китай это все катаются. Ну, тем более листа, она рядом там. Ну, вот, да. Так, а ну, посмотрите, вот сейчас. Сейчас, подождите. Так. Ну, во входящих нет, сейчас с вами посмотрю. Никита Абрамов, да? Да. Угу. Вон у вас там кто-то орет, банковская карта Сбербанка. Че, мне Сбербанк надо все-таки открыть, да? Привет, значит, пользуется карта Сбербанка. А, я поняла. Так, и чего, ну, у меня тут страница не найдена почему-то. Но предлагает открыть счет на не найденной странице. Ну, давайте зайдем туда. У вас там вверху должно быть написано линии, если кем-то менять, справа вверху. Ну, нет, там он единственное, что сделал. Сейчас, минуточку. Так, Татьяна Никольевна. То есть мне нужно здесь заполнить форму, да? Алло. Так, у вас там что именно видно сейчас перед вами? У меня сейчас передо мной такое черное окно и вот это вот «Войти», регистрация. Ну, короче говоря, авторизация. Да, вот смотрите, вам нужно выбрать клавишу «Войти». А, через «Войти» уже? Я там регистрировал, что ли? Ну, у вас, соответственно, запроса вступает в руки. Логин, а пароли у вас технические, а большая, а маленькая от 1 до 6. А большая от маленькая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Так, «Войти», да? Да. Угу. Так, ну, вошла, график вижу. Ну, вот, все вижу. Роккапитал ваш. И что мне нужно будет сделать? Для чего? Ну, инструменты посмотреть, вот это вот все. Там, 350 тысяч перевести. Я так понимаю, сюда же нужно переводить или в «Водовочий банк»? Ну, в личный кабинет. Ну, вот я сейчас нахожусь где? В личном кабинете или где? Да, да, да. Так, в личном кабинете. Да, активация счета, соответственно, у вас есть клавиша «Дих» вот здесь вверх. А, не поедет. Угу. «Хоноспэй». Что за «Хоноспэй»? Терминал, да. Вот он и терминал. А, так. А вот это вот, где я принимаю условия соглашения, это вот условия соглашения... Это вот и есть. А, это вот и есть в пользователе соглашения. Ага. Так, а где оно тут? А его тут нету. Так, а где мне его посмотреть, чтобы согласиться? А вы вот нажимаете прямо на... Так вот, я на него нажала, я на него нажала и меня вывела в этот, просто на, как его, на главный сайт компании. Так, смотрите, а там у вас есть раздел «О компании». Сейчас, подождите, а компании, так. Правовые положения, да? Да. Ага, я поняла. Так, пользуясь нашими торговыми... А, я поняла. А, все, я поняла. Так, то есть вот эту вот хрень мне нужно изучить. Хорошо, хорошо. Так, я изучу. Ладно. А вот это вот «Хонос Пэй», вот это вот ваш... Так, Татьяна... Это терминал для платежности систем виза, мастер-каф. А, виза, блин. Я поняла. У меня на БДСМ просто нету столько денег, это мне нужно... А, вы же не работаете с БДСМ, блин. Он уже не лицензионный. Не лицензионный банк. Понятно. Работаем с БДСМ или нет, я не знаю, да, потому что, соответственно, я с таким банком никогда не стал. Ну, потому что он для этих самых, для... Виза, мастер-каф. Он, ну, как бы вот у нас ЛГБТ и БДСМ, они для этих самых, для специфических проектов. Вот, поэтому они без лицензии Центробанка находятся. Так, подождите, а если я сейчас пойду, это мне... Так, что он мне сказал-то этот Никита? Вы работаете с Дойчей Банком, то есть мне нужно... Можно в Дойчей Банке, да, открыть карточку для пополнения счета или как? Чтобы проще было. Да, без разницы, вы можете в любом банке открыть. А, в любом. То есть я в Сбербанке могу открыть? Ну, да. А, не именную могу карточку открыть, чтобы они мне быстро отдали ее? Потому что имена, и она будет делаться в две недели, а Momentum она... Ну, Momentum можете сделать, да. Хорошо. Здесь же момент, чем то, что, да, вот средства компаний хранятся на Дойчей Банке, поэтому, если у вас будет Дойчей Банк, это не гарантирует вам, соответственно, там, скорейшую проходимость иногда. А, а как... Подождите, подождите, вот про проходимость. А тогда, если я на Сбербанке все это дело сделаю, тогда дефекация быстро будет проходить? Да, я же говорю, здесь просто именно ограничение самого банка. А, то есть у Сбербанка ограничений подификации нет, да, вот это вот все нормально там происходит? У них бывают ограничения по лимитам на операцию, там, оплаты в интернете. То есть, что вы за одну транзакцию можете делать, там, не больше 100 тысяч рублей, допустим. И, скорее всего, опять-таки при проведении любой операции, да, они также блокируют эту операцию, звонить в банк, подтверждать, что это вы делаете, и там, и так далее. Поэтому в этом плане я бы вам советовал, конечно, пользоваться или ВТБ, или Альфа-банком. ВТБ, Альфа, ВТБ, ВТБ. Так, ну, рядом у меня, рядом у меня тут Альфа. В принципе, на Альфу могу. Блин, ну, Альфа, у них такие проценты всегда неприятные. Вот с Альфой не хочется работать. Ну, вот. Ладно, давайте я подумаю тогда, куда мне денежки вот эти вот. Вот, хорошо, хорошо. Так, и чего, вот, когда я пополню счет, как вот вы со мной связываете, я с вами связываюсь, как мы держим связь? Ну, я, во-первых, попрошу менеджера, он вас на WhatsApp добавит. Ага, так. На рабочий. Ага. А в WhatsApp он в среднем где-то с 10 дней до 6 часов вечера. Вот, и можете писать, соответственно, ему на WhatsApp. Да, и в любом случае, при активации счета, все равно в той же системе все наблюдают. Я поняла, я поняла. А где мне посмотреть, где у вас тут акции какие, хоть какие акции-то у вас есть? На платформе у вас на весь раздел активы. Ну, вот смотрите, я на платформе сейчас. Где, где? Так, размещение сделки, активы. Активы. Так, здесь у нас есть валюты, товары. Валюты, вы выбираете, да, и выбираете акции. Так, а вот смотрите, если по этим самым, по, как вам, по сырьевым, да, сделкам, вот у вас есть золото и серебро, а вот я хочу именно европейские сделки вот эти делать не в функциях, а в сфинктерах. Это возможно будет делать по европейским стандартам? Нет, смотрите, мы работаем только с CFD-контрактами. А, с CFD-контрактами. Угу, понятно. То есть здесь через вас я вот золотые и серебряные сфинктеры не покупаю. Так, ясно. А по акциям у вас тоже, да, идут CFD-контракты? Да, да, да. Понятно, понятно. То есть физическим владельцем акции я не буду, да, у вас? Совершенно верно. Угу, я поняла. Я поняла. Скучно, конечно, жалко. То есть никаких дивидендов я через вас не получу. А, да. Обидно. Обидно, досадно, но ладно. Ладно, хорошо, дойду я сейчас до Сбербанка, не буду я в этих вот альфа-банках там и прочее открываться. Ну вот, потом, наверное, созвонимся, да? Когда я пополню счет. По 350 тысяч он сразу проводит на вашу платформу или вам все равно нужно делать как-то минимально, чтобы там легализовать? Ну, все в зависимости от банка. То есть пропускная способность именно самого банка. Потому что банки у нас немножечко напуганы, да, в условиях работы в Российской Федерации. Поэтому любые транзакции там свыше, да, тысячи или даже полторы тысячи долларов, они приостанавливают, да, подтверждение клиента. То есть вы просто вынете в банк, подтверждаете, что операции делаете вы, да, они у вас есть. Ну, подождите, а вот смотрите, если я сейчас сделаю вот эту вот карточку, моментум, и переведу туда свои деньги с банкой ЛГБТ, вы мне можете прислать просто какое-то вот уведомление об открытии моего брокерского счета, и я просто в Сбербанке сразу покажу, что я перевожу вот это вот все именно по этому самому, ну, как бы вот по соглашению. Ну, вот, что вы открыли мне счет, и вот я на этот счет, да, сама добровольно, без мошенничества там все это перевожу. Такое возможно у вас? Вот, дело в том, что, дело в том, что вот в момент, вот как вы обратили внимание, да, когда вы активируете торговый счет, когда вы ставите галочку «принимаю условие», то есть вот этим условием, да, как как-то таки соглашение поиска и рекламентируется нашим с вами, соответственно, решать все друг перед другом. Соответственно, после того, как вы счет активируете, вот тогда формирует речейка, то после этого вам на почту приходит, соответственно, ДОД, да, для подписания, то есть документ депозит, то есть в том, что вы внесли сумму, соответственно, в каком-то, в каком-то эквиваленте, там, рублевый, долларовый эквивалент. И данный формат, как раз таки, он уже подписан со стороны компании, да, вы его можете распечатать, так же, соответственно, подписать. Ну, то есть это как? Это вот у меня счет открывается при поступлении на него денег, а как это такое возможно-то? Счет может открыться сначала, а потом на него поступают деньги. Ну, обычно так. А у вас-то как это вообще? Счет открыт, соответственно, на имя компании. Мы работаем на сегрегации счета. То есть в момент открытия перевода ванных средств на ваш личный кабинет, да, а счету компании формирует как раз таки ячейка под ваше имя. А, ну то есть все-таки вы работаете вот через сегрегированный, да, вот этот колумбарий? Я же вот у Никиты спросила, как я буду дефекацию проводить, вот именно в свободном порядке или через колумбарий вот этот сегрегированный? Все-таки вот с таким... То есть вы вот после активации счета проходите верификацию, да, и соответственно подписываете документы о депозитии? Угу. Я поняла. Я поняла. Ладно, я поизучаю ваши вот эти условия использования, все эти бумажки, чтобы вытереть какашку. Ну вот. Ладно, хорошо, тогда давайте свяжемся. Пойду в Сбербанк что-нибудь сделаю с этим счастьем. Сбербанк все-таки или в Альфа-банк? Не, в Альфу я не пойду, там очень высокие проценты. Я вот Альфу не люблю как банк. Мы по бизнесу с ними как-то сталкивались, и все. Я вычеркнула это вообще из списка возможных партнеров. Ну вот. Ну посмотрите, просто могу сказать вам, что с Сбербанком у вас проблемы возникнут с активацией, ну, наверное, процентов 98 вероятность того, что это... Ну, у меня, понимаете, я же Никите сказала, да, что я работаю в проекте Сбербанк-Инквизиция, и поэтому я думаю, мы там договоримся, чтобы у меня не было проблем. Ну вот. Просто это же их была прихоть, чтобы мы открылись в этих ЛГБТ и БДСМ. Ну вот. И поэтому, собственно говоря, вот пусть тогда и разруливаются. Ну вот. И не ставят мне никакие препоны. Так что я думаю, никаких проблем не будет, если вы легальная компания, какие могут быть проблемы вообще у Сбербанка. Он все... Нет, Сбербанк, я имею в виду ограничения касаемо карты и перевода. Ну, вы знаете, я первый раз слышу, что были какие-то проблемы по картам, а тем более проблемы по переводам. Потому что, ну, не знаю, я как-то вот с этим не сталкивался. У меня иногда клиенты сталкиваются, когда со своей карты на свою карту переводят деньги, и иногда даже в эти моменты блокируют иногда операции. Как бы поэтому бывает очень странно. У Альфа-Банка тоже бывает, вы себе даже не представляете, какие клоунады, поэтому вот с Альфа-Банком-то я сталкивалась в этом плане, и поэтому вот здесь я, ну, пока воздержусь. Не, ну, может быть, я еще и дойду. У нас просто сегодня очень жарко. Сбербанк у меня, он в соседнем подъезде. А Альфа-Банк, все-таки до него надо ножками дойти, а я еще как-то не горю желанием при 35 ходить ножками по нашей жаркой Москве. Ну вот. Ну, может быть, дойду. Какая разница, до понедельника время есть, что? Ну вот, может быть, и дойду. Тогда по менеджеру он вас в WhatsApp добавит. Ну да, да. И можете коммуникацию поддерживать в WhatsApp. Хорошо, хорошо. Ладно, Борис. Встретимся в следующем этапе. Ну вот, хорошо. А вы на шокотане были, Борис? Что-что? На шокотане были? Алло. 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 Я говорю, на шокотане на острове были? Нет. Нет? Понятно. Ну, ничего. Я думаю, скатаемся все вместе. Прокатимся. А рыбу любите? Рыбу ненавижу. А крабов? Крабов, да, любим. Ну, вот видите как. Мы каждому найдем все-таки что-то по душе. Хорошо. Рыбу люблю только ловить. Только ловить. Ну, будете ловить, значит, что же. У нас там богатый улов возможен. Ну вот. И крабов. Это на Дальнем Востоке? Это Куильские острова, по которым япошки плачут. Да. У нас же сначала как? У нас сначала Курилы наш, потом Крым наш. Ну вот. Теперь ждем, когда Одесса наш. Так что. Что? Да, да. Ну, конечно, о чем? Ничего, империя, она должна расширяться. Скоро как Монголия будет. Ничего страшного. Как Монголия будет только Монголия. Да, вот. А что с Монголией не так? Может быть со временем. Нет, я имею в виду, что в свое время была огромная империя. А, это? Татара-Монголия вы имеете в виду? Ну, да, конечно. Ну, это да. Это да. Ну, и Россия была раньше огромная империя. Нам, смотрите, еще до старых времен, вернее, до старых границ нам еще расширяться и расширяться. Нам еще Польшу три раза делить. Ну, вот. Всех вот этих вот прибалтийских. Сам Монгольская империя все-таки Монгольская империя, поэтому вот и... Здрасте. Вот как раз вот Россия сейчас уже по масштабам обогнала великие монгольские цепи, потому что Монголия это была все-таки от Алтая и до Европы, а мы уже ушли вот туда, в Японию. Ну, вот. Так что мы уже обогнали, догнали и перегнали, так сказать, великого Чингисхана. Ну, вот. У вас там, кстати говоря, на электро-заводской же стоит этот памятник Батыю. Что, я думаю, что вы про Монголию вспомнили? Что там, наверное, мимо каждый раз проходите, когда из метро идете? На подсознательном уровне уже, наверное, эти Монголы. Чего-чего? Я говорю, на подсознательном уровне, наверное, уже. Ну, видимо, да, видимо, да, видимо, ходите, кланяетесь. Ну, вот. И это, и привыкаете, да, вернее, гордитесь великим прошлым, товарищи Батыя. Привет. Ну, понятно. Хорошо, Борис. Хорошо. Приятно было пообщаться в субботу. Жалко, что в субботу. Надеюсь, в понедельник вы меня не забудете. Ну, вот. И мы с вами там что-нибудь тогда поактивируем. Я сейчас что-нибудь решу по финансам. Хорошо? Хорошо. Ну, без проблем. Давайте. А у вас юндификации не будет, да, судя по тому, что рынки не работают? Вы имеете в виду верификации? Да, нет, нет. Ну, вывод средств. У вас происходит сегодня? Нет, юндификации, соответственно, нет. И со стороны, когда вы имеете в виду клиентов. Вы на кабинете подавите запрос. Почему? Потому что карта будет привязана для вывода только вашего. А. Я понимаю. То есть, та карта, которую вы сейчас выполняете, она привязывается для вывода. Не, не, ну я говорю просто лично для вас. Вы же тоже, да, этим увлекаетесь? Ну, вот я вам говорю, что, соответственно, ваша карта привязана, да, поэтому дополнительные эти карты не нужны, потому что... Да моя-то, господи, при чем тут моя-то? Я говорю про ваш вывод средств сегодня. Вы же на биткоинах работаете, наверное, сегодня. На биткоинах тоже. Что? Что-что еще раз? На биткоинах мы же тоже работаем по северному. Ну, да, да, да. А, то есть... Поэтому... Да, и доходы, они также в долларовом эквиваленте. Угу, понятно, понятно. Хорошо, ладно, успешной вам дефекации. Давайте тогда в понедельник созвонимся. Вот, и будем что-нибудь пополнять. Я пошла в банк. Хорошо, я пошла в менеджеру напишите. Да, обязательно. Давайте, пока. Пока. Добро. Субтитры сделал DimaTorzok